80 лет назад вступило в силу постановление Политбюро ЦК ВКПБ об антисоветских элементах. Так началась самая массовая и кровавая за всю советскую историю чистка общества от неугодных. В 1937 году в стране Советов расстреляли почти 800 тысяч человек. В истории эти трагические события получили название «Большой террор». Подробнее в сюжете Александра Панченко. Три часа ночи под домом появляется черный воронок НКВД. Для человека, которого сажали в автозак, эта поездка, как правило, была последней в жизни. Через застенки советских карательных органов прошли интеллигенция, крестьяне, рабочее, духовенство. Не щадили никого. Малейшее подозрение в нелояльности к системе, и человек оказывался за решеткой. Так в августе 1937 года начались массовые чистки, получившие название «Большой террор». Теоретически обосновал компанию нарком НКВД Николай Ежов. Руководителем и идейным вдохновителем был сам Сталин. За 1937-38 год он со Сталиным встретился 300 раз. Они беседовали 900 часов в сумме. Он прислал Сталину 15 тысяч спецсообщений. Это были списки на аресты, на расстрелы. За 760 дней Большого террора в Украине осудили 190 тысяч человек. Из них 120 тысяч приговорили к расстрелу. Международный центр культуры и искусств – один из крупнейших концертных залов Киева. В 1934-38 годах здесь работала НКВД ОССР. Историки говорят, в этих стенах были расстреляны десятки тысяч украинцев. Сегодня о страшных злодеяниях коммунистов напоминает крест, установленный возле дворца. Специалисты посчитали, в среднем каждую ночь в Украине убивали 162 человека. Боковня – крупнейший в Украине некрополь жертв коммунистического режима. И здесь обрели последнее пристанище 35 тысяч жертв большевистского режима. Во времена СССР советская пропаганда утверждала, что тут покоятся жертвы нацистов. В 1989 году комиссия, она уже была четвертая по счету, пришла к выводу, что все-таки здесь погребены жертвы советского режима. К этому они пришли за счет того, что было опрошено больше 200 свидетелей, найдены были непосредственно останки людей. По этой лесной тропе, известной сейчас как Дорога Смерти, поздно ночью свозили трупы расстрелянных из киевских тюрем. Транспортировали в накрытых бизентом машинах. В этом месте лес был обнесен трехметровым забором. Охраняли территорию сотрудники НКВД. Сюда, в Боковню, людей привозили из разных районов Украины. В центральной части Украины привозили эти тела. Поэтому очень трудно сейчас установить, сколько же там на самом деле. Но, как минимум, по документам идентифицированных людей, там находится около 15 тысяч. Жертвами кровавого террора были не только украинцы. Каток большевистских репрессий прошелся по территории всего Союза. В расследовании преступлений коммунистического режима украинские историки тесно сотрудничают со своими коллегами из бывших советских республик. Накануне годовщины Большого террора в Национальной библиотеке Украины представили новые книги казахстанского ученого о сталинских репрессиях. До того переплетена история казахского и украинского народа. Очень много было в свое время репрессированных в эти страшные годы украинцев, которые безвинно канули в лета именно в наших страшных лагерях. Кровавые репрессии отрицательно повлияли на психологию выживших во времена Большого террора. Этот посттравматический синдром сохранился и сегодня, говорят специалисты. Но забывать о черных страницах прошлого нельзя, чтобы подобные трагедии не повторились в будущем. Александр Панченко, Игорь Каркадым, Александр Бугай, UATV.